Многие тысячелетия алоэ вера считается растением лекарем. Уже древние ацтеки использовали это чудо растений для лечения многих болезней. В народной медицине оно знаменито своей способностью обеззараживать, выводить шлаки из клеток организма, понижать кислотность и расщеплять жиры. По последним научным данным оно также положительно влияет на уровень сахара и жира, например, холестерина в крови. Но алоэ вера это не обыкновенное алоэ. Настоящее алоэ это алоэ барбаденсис, другое название пустынная лилия, которая произрастает в сухих местах Центральной и Южной Америки. Действие алоэ вера зависит от переработки, причем все начинается уже со сбора урожая. Чтобы не повредить растения, лучше всего срезать листья вручную. Внешняя кожица листьев алоэ содержит ядовитый алоин. С его помощью растение защищается от животных, а у людей он вызывает слабительный эффект, поэтому необходимо тщательно отделить гель алоэ от кожицы. Гель из листьев алоэ – самая ценная часть растения. Он содержит более 150 важных компонентов, таких как витамины, энзимы, полисахариды и микроэлементы. Именно это уникальное сочетание составляющих обеспечивает целебные действия. Один из важнейших компонентов – это ацаманан. Он оказывает положительное действие на иммунитет и сокращает воспаление и количество свободных радикалов. В результате улучшается снабжение кислородом. Давайте убедимся в этом. Из легких кислород поступает в кровь, которая переносит его по кровеносному руслу к клеткам. Большое кровеносное русло разветвляется и становится все меньше и меньше, переходя в капилляры. Капилляры – самые маленькие кровеносные сосуды. Через них кислород попадает в клетки. Неправильное питание, загрязнение окружающей среды, стресс и чрезмерные нагрузки снижают наш иммунитет. В этом случае свободные радикалы проникают через мельчайшие очаги воспаления в наше тело. Эти воспалительные процессы вредят сосудам и приводят к утолщению капилляров. Их набухание сужает кровеносный поток, и кровяные тельца медленнее проходят через капилляры, что в свою очередь влияет на снабжение клеток кислородом. Здесь и может помочь алоэ вера. Оно сокращает набухание стенок капилляров. Кровеносные тельца снова быстрее продвигаются, что улучшает снабжение кислородом. Ядовитые вещества и шлаки быстрее выводятся из организма. Новейшие исследования показали, что другие природные компоненты могут еще улучшить действие алоэ вера. Это в первую очередь кремний, а также масло примула вечерние и основные минералы. Сначала подробнее остановимся на кремнии. Кремний просто необходим для организма, поскольку является структурообразующим элементом. Этот элемент прежде всего известен как кварцевый песок, который встречается в камнях и бетоне. В организме кремний придает устойчивость и прочность тканям. В качестве опорного элемента укрепляет кости, волосы, ногти, соединительные ткани и стенки капилляров. С возрастом увеличивается угроза потери формы и прочности стенок капилляров. Они могут буквально ломаться, в результате чего нарушается кровоток. В худших случаях это может привести к инсульту или инфаркту. Кремний укрепляет и поддерживает стенки капилляров и сохраняет кровоток открытым. Поэтому кровеносные тельца еще лучше могут снабжать кровь кислородом. В своей природной форме, в качестве кварцевого песка, кремний не может усваиваться организмом. Но в природе существует альтернатива. Идеальный растительный источник – крапива. Она богата природным кремнием, который человек прекрасно может использовать. Оптимальный кровоток зависит не только от капилляров, но и от состава крови. Только когда кровь достаточно жидкая, она проходит по узким капиллярам. Улучшению текучести крови помогают масло примулы вечерний, содержащие ненасыщенные жирные кислоты и основные минералы. Ненасыщенные жирные кислоты разжижают кровь. Они предупреждают склеивание кровеносных телец и сгущение крови. Основные минералы укрепляют эластичность красных кровяных телец, чтобы те легче проходили через маленькие капилляры. Оба компонента увеличивают скорость кровотока и способствуют оптимальному снабжению кислородом. Подведем итоги. Снабжение наше клеток кислородом важно для нашего здоровья и помогает предотвратить серьезные заболевания. Алоэ вера, снижая набухание капилляров, улучшает снабжение кислородом. Кремний укрепляет стенки сосудов и сохраняет кровоток открытым. Усиливают эффект масла примулы вечерний и основные минералы. То, что уже давно использовалось в народной медицине, теперь доказано современной наукой. Алоэ вера улучшает снабжение клеток организма кислородом, а значит и наше здоровье. Ведь кислород означает жизнь. Доверьтесь алоэ вера. Продолжение следует... Продолжение следует...